Привет! Мы семья Че и приветствуем вас на студии Рао Мид. И сегодня мы вместе будем готовить клевую нутовую яичницу. Это типа яичница, потому что на самом деле там нет яиц. Да-да. Все, погнали! У нас есть вот такие ингредиенты. Это все очень просто. Здесь 100 грамм нута, обычного нута, который можно взять в любом магазине за копейки. 100 грамм миндаля, обычный миндаль, но замоченный на ночь на 8 часов. Ну, обычно это на ночь. Просто в холодной воду его заливаете, и потом он становится таким бухлым, мягким. Это нужно для того, чтобы убрать из него горечь и всякие вредные вещества. Также, ну, и все наполнительные по вашему вкусу, какой вы любите. Я советую красный перец, лук и еще немножко специй. Поняла? Да. Вот, заметьте, и это все, да, то есть нам еще потребуется только вода, потому что мы готовим без яиц. Также, естественно, нам никуда не обойтись без блендера, особенно рекомендую раумид, потому что он четкий, и сейчас мы проверим. Давай жарить, скажете вы, да. Поехали. Первый этап подготовительный. Нам нужен миндаль для яичницы. Что мы будем с ним делать? Мы будем с ним делать миндальное молоко. Вы можете это запомнить тоже еще на будущее. Делается оно очень просто, буквально за несколько минут, особенно ты запоминай. Вот, уже, понимаете, такой век, что не обязательно вставать в 5 утра, доить корову. Все очень просто. Берем, засыпаем 100 грамм миндаля в блендер. И нам потребуется еще кипяток. Кипяток примерно в 2 раза больше, чем засыпали миндаля. У нас есть кипяток, вот, и мы просто заливаем его. Заливаем орехи. Ну, вот, чуть-чуть больше, нежели у нас самого миндаля. Можно и больше. Молока, можно и больше воды, получится больше молока, но просто оно будет более такое жиденькое. Я люблю концентрированное, насыщенное молочко. Все. Почему, кстати, здесь нужен хороший блендер? Потому что орехи – это твердый продукт. Между прочим, он даже будет покрепче, чем лед. Поэтому, если вы купите хреновый блендер, он сломается. Вот, это учтите. Кстати, что круто, у этой малышки есть специальный режим, который готовит ореховое молоко. Прямо здесь, вот я говорю, написано, да, вот выше яичницы, если смузи, да, а вот это ореховое молоко. Поехали. Выбираем его просто и нажимаешь на кнопочку старт. Все. И все. И он делает. Мне на камеру просто не передать те ощущения фантастические, да, что он делает сам все автоматически. Вы можете в этот момент, представляете, поесть. Просто поесть. И даже не думать о том, как он делает молоко. Все. Прошло немного времени, наше молоко готово. Как видите, оно приобрело уже насыщенный белый цвет. На самом деле, по кухне распространяется уже приятный миндальный аромат. Так что, если ваш мужик еще спит... Нет, это плохая фраза. Так что, если твой мужик еще спит, то как раз он проснется от этого запаха и придет уже на кухню смотреть, что здесь интересное. Ладно, шучу, его разбудит шум от блендера. Вот. Теперь самое главное, что нам нужно разделить молоко, отделить его от орехового жмыха. Для этого нам понадобится вот такой специальный мешочек. Между прочим, он идет в комплект к этому блендеру. И без него, опять же, никуда. Только если брать носок. Но я думаю, что, опять же, твой мужик этому не очень порадуется. И пустой кувшин. Все тоже, опять же, очень просто. Суете пакет в кувшин. Если вы раньше этого никогда не делали, то, ну, вот придется когда-нибудь это сделать. Всегда наступает такой момент. Пакет просто мы вставляем в кувшин и выливаем содержимое того, что у нас получилось, сюда. Как видите, он уже очень похож на молоко. Кстати, это аналог того молока, которое продается в магазине. Там, не молоко, соевое молоко, рисовое молоко. В принципе, они все делаются таким образом. Теперь внимание. Оно горячее. И вам нужно его отжать. Можно подождать, пока оно остынет, но, в принципе, у меня получается это сделать сейчас. Все, вызывайте доярку, вот. И вот она приходит. И начинает, соответственно, доить то, что у вас получилось. Содержимое того пакетика, которое мы только что сделали. Ну, да, там такой. Я напоминаю, что эта штука очень горячая, поэтому надо аккуратно либо подождать. Либо сделать теплой водой. Либо, ну, теплой водой я не советую, поэтому мне больше нравится, когда горячая. Вот, все, это можно не снимать. Жмых-то вообще есть? Есть, вон, полный пакет. А, ну ладно, а то я думала, он так хорошо перемолол, что в воздух ушло. Вот что у нас получилось. Грязный блендер, пакет со жмыха внутри, который, кстати, не выкидывайте, он нам пригодится потом. И, смотрите, чистейшее, крутое молоко. Вот пакет такого молока в магазине стоит, между прочим, почти 200 рублей, да? А тут оно у вас получилось по цене, собственно, миндаля и удовольствие от его приготовления. Самое крутое, что вот это молоко, оно по функциям, как обычное коровье молоко. То есть вы можете добавлять его, я не знаю, там, в смузи, вы можете добавлять его в коктейли, вы можете варить на нем кашу. То есть, ну, все, что вы сделали, вот, в прошлой жизни с привычным молоком, вы можете в этой жизни делать с этим молоком. Абсолютно идентичный, только по вкусу крутое. Причем, самое главное, что орехи, они тоже очень-очень жирные, поэтому это молоко жирное, только, естественно, с растительным жиром. И он, он очень полезен. Вот, поэтому используйте это молоко как угодно. Хранится оно в холодильнике в течение трех дней. Потом, нет, потом, не знаю. Вот, кефир из него, нет. Второй этап, это приготовление нутовой муки. Нам нужно сделать из цельного нута муку. Для этого, опять же, необходим блендер. И, притом, не просто блендер, а крутой блендер. Например, как вот этот. Здесь там, по сути, все то же самое, как и с орехами. Мы просто засыпаем нут внутрь, но не добавляем воду. Это очень громко, вот, но очень круто. При этом, опять же, я напоминаю, что блендер должен быть мощный, потому что нут, он крепче льда. И это может его сломать. В данном деле я предпочитаю брать все в свои руки и выбирать просто в ручном режиме здесь на блендере скорость. Поскольку это очень мощный продукт, выбираю самую максимальную, восьмую скорость. Заткните уши, поехали. За 30 секунд, всего за 30 секунд эта мельница сделала из нута вот такую муку. Чисто теоретически, она, конечно, продается в магазинах, но найти ее тяжело, и причем он действительно измельчает ее, ну, просто вот, ну, идеально. Это называется И. Идеально. В общем, вот эта мука нам и нужна. Это как основа полагающая того, что будет, на чем будет держаться яичница. Все. Высыпаем это сюда. Мука выглядит просто действительно, будто вы ее только что достали из пачки, и вы можете прям глазам не поверить, как получается из нута мука. Кремок уходит в отпуск. Вот мука, которая у нас получилась. Смотрите, она действительно прям вот, прям идеальная. Очень сухая, очень рассыпчатая, прям то, что нужно. Первый раз вижу настолько идеальную муку, прям как из магазина. Все. Весь подготовительный этап у нас окончен. Теперь наша задача смешать все это дело. Что я делаю? Я высыпаю обратно эту муку. Можно ее было там и оставить. Мука. Следующее. Мы закидываем туда молоко. До такой консистенции, чтобы это получилось, ну, примерно похоже на сметану. Держи. Ну, так. То есть, где-то один к одному. Примерно. Если будет очень жидко, можно добавить еще муки. Если будет очень густо, добавляйте еще молока. И перемешиваем это на самой минимальной скорости. Самая минимальная скорость здесь единичка. Можно, конечно, перемешать рукой, но здесь это гораздо быстрее и удобнее. Все. Поехали. По сути, это уже и есть готовая яичница. Дальше просто дело вкуса, и мы будем добавлять туда различные топпинги. Как я еще раз говорил, для меня это красный перец. Я его советую, потому что он сочный, потому что он вкусный. Просто, на самом деле, на глаз, как вам хочется. Можно добавить еще грибы, можно добавить, ну, все, что угодно. Помидорки, да, томатную пасту. Все то, что вы любите. Кукурузу. Ну, я добавил просто вот, на взгляд, сколько-то перца и немного лука. И снова мы все это дело перемешиваем. Все. Последний этап приготовления, это, собственно, жарко. Вот. Мы просто содержимое блендера выливаем на сковородку, желательно, чтобы она была горячая. Можно также еще украсить тем, что у нас, ну, то есть, не перемолотыми овощами. Опять же, это может быть все, что угодно. Это так, это просто для красоты. По функциям ничего от этого не изменится. И выливаем. Как видите, она уже похожа на омлет. Нормально. Все. Вот у нас уже есть яичница. Украсим ее красивенько перчиком. Самое главное, это просто не забыть про нее. Вот. И просто периодически немножечко перемешивать. И через какое-то время обязательно ее надо перевернуть. Но пока она еще не готова. Жарим дальше. В середине готовности ее просто надо перевернуть на другую сторону, чтобы обжарить с другой стороны. Жарим с двух. Все. Прошло 5 минут. И наша яичница, нутовая яичница, готова. Ее можно выкладывать и подавать. И естественно, ну, конечно же, самый главный этап, это селень. Посыпаем ее. И смотрите. Круто, да? Яичница готова. И она топская. Она реально топская. По вкусу, если вы принесете его своему бате и скажете, на, бать, ешь яичницу. Он скажет, какого хрена там перец? И ты такой, и все? Он такой, и все. Я говорю, а там нет яиц? И он такой, ну что, отведаем. Топска. Это корнино. Нормально. Зачет. Ну, хотя, конечно, можно посадить бы больше. Можешь попробовать. Ты есть, товар? Да, да. Ну, пока теплая, мы опять попробуем, там, девица. Есть какие-то еще люди? Да, там, поможешь. Можешь попробовать. Можешь попробовать. Можешь попробовать.